Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем вновь нашу передачу «Метод среда». У нас сегодня четвертый выпуск. И, как вы видите, у нас сегодня наши импровизирные студии, в нашем малом зале Государства Российского Дома Народного Творчества. Я пригласил наших друзей, коллег, Екатерина Анатольевна Дорохова, Лидию Ивановну Царьгородцеву, чтобы мы сегодня вспомнили о замечательных, так сказать, перферистах, которые вот на прошлой неделе отмечали, мы вспоминали, юбилейные даты. И, как я уже говорил в предыдущих передачах, вообще вот этот 2023 год, он очень богат на события, связанные вот с какими-то знаковыми личностями, которым в этом году исполняются юбилейные даты. И перед тем, как поговорить о ученых, о фольклористах, я хотел бы сделать, как и в предыдущих передачах, некий обзор мероприятий, которые пройдут в ближайшее время. В прошлых выпусках я говорил, что вы можете присылать нам информацию о тех мероприятиях, которые у вас проходят, и мы с удовольствием ее будем освещать, рассказывать о предстоящих конференциях, форумах, фестивалях, концертах. Вот. Первое, что я хотел бы сегодня анонсировать… Можно следующий слайд? Первое, что я хотел сегодня анонсировать, это седьмые всероссийские с международным участием научно-педагогические чтения «Русский фольклор Мордовии» в контексте отечественной культуры, которые состоятся 2-3 марта 2023 года на базе филологического факультета Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Огарева. И здесь подразумевается как очное, так и дистанционное участие. Заявку можно подать до 15 февраля. Будут рассматриваться следующие темы. Актуальные проблемы развития русской и финно-угорской фольклористики, жанровое своеобразие русского фольклора, проблемы этнической идентичности в фольклорных текстах, специфика воплощения фольклорных сюжетов, мотивов и образов в художественных произведениях, мифология народов мира и ее воплощение в художественных произведениях. Вот, обратите внимание, все, кто занимаются специально данными вопросами, ну и шире занимаются русским фольклором и Мордовии, есть возможность поучаствовать в конференции. Также по итогам конференции будет издан сборник. Затем я хотел бы вам рассказать о конференции, которая проходит уже не первый год. Это 9-я всероссийская молодежная конференция тоже с международным участием «Фольклористика и культурная антропология сегодня», которую проведут 9-10 марта специалисты Центра типологии и семиотики фольклора Российского государственного гуманитарного университета. Здесь в рамках конференции будет рассмотрена следующая проблематика «Полевые исследования фольклористики и культурной антропологии», «Язык фольклора и фольклорные диалекты», «Народная религиозность и фольклор», «Антропология малых групп», «Современный городской фольклор», «Медиатизация фольклора и фольклор в интернете». Заявки можно подать до 1 февраля, то есть сегодня еще можно. Но я думаю, что все-таки большинство коллег наших, которые хотели поучаствовать, уже заявились на эту конференцию. Однако можно и сейчас успеть. И если вы не знаете, то по итогам выпускается сборник статей или статьи, могут попасть в вестник университета, который входит в перечень ВАК. И, естественно, рецензируемый журнал в Риндсе. Так что обратите внимание на эту конференцию еще раз. Это 9-10 марта 2023 года. Ну а те, кто у нас живут в Москве или захотят приехать специально по интересующим вопросам, могут и присутствовать на конференции. Только у организаторов нужно узнать заранее, как туда попасть. Можно следующий слайд. Я хотел бы вам напомнить, что 21 февраля, во вторник, с 10 утра мы проведем отчетно-проектную онлайн-сессию домов, центров народного творчества по экспедиционной работе за 2022 год. У нас подразумевается прямая трансляция в сети ВКонтакте. Ну вот, как сейчас у нас идет передача Метод Среда. Также будет транслироваться эта отчетная сессия. Постепенно Дома народного творчества нам присылают заявки. Но те, кто будут смотреть, те, кто присоединятся к трансляции, позже посмотрят. Мы, опять же, ждем от вас заявок, так как нам хотелось бы посмотреть разную географию, посмотреть, что у нас происходит в разных регионах. Я пока не буду говорить, сколько, я имею в виду, какие территории заявились. Но очень интересно как раз ваше участие не в качестве просто слушателей, чтобы познакомиться, а в качестве докладчиков. И здесь нас интересуют не какие-то проблемные доклады, связанные с сложностью организационной работы по экспедициям, а как раз это один из второстепенных вопросов. Нам все-таки интересно, куда вы ездили в прошлом году, в 2022 году, что удалось зафиксировать, какое состояние традиционной культуры в разных регионах нашей страны. Так что специалистов домов, центров народного творчества ждем в качестве участников. И наших зрителей, наших подписчиков приглашаем присоединиться 21 февраля с 10 утра по московскому времени. Можно дальше. Сейчас бы я хотел сделать анонс, опять же, некоторых концертов и выставок, которые проводятся. Каждый раз я извиняюсь, потому что, конечно, охватить все многообразие деятельности, которые у нас проводятся в стране, невозможно. Я вот скажу о некоторых. Первое событие – это 15 февраля, 50 лет юбилейный концерт ансамблю Дмитрия Покровского. Это достаточно такое знаковое событие. Оно пройдет в малом зале Московской государственной консерватории. И билеты постепенно продаются. Но вот я уже буквально смотрел вчера, становится все меньше и меньше. Концерт будет называться «От фольклора до авангарда». Несколько коллективов придут поздравлять ансамбль Дмитрия Покровского. Я думаю, что это будет очень интересное мероприятие. Ну и, конечно, все вы знаете, я думаю, кто интересуется фольклором, какой вклад сделал сам Дмитрий Викторович Покровский в становление, в развитие фольклорного движения в нашей стране. Ну и вообще деятельность ансамбля, она, конечно, была и сейчас остается достаточно заметной для не только людей, знающих о народном искусстве, но и для широкой аудитории. Так что ждем, и вот мы с удовольствием сходим тоже на этот концерт. В феврале 22-го числа будет концерт ансамбля «Казачий круг». Я почему еще раз говорю об этом концерте? Потому что это тоже один из наших опытных, старейших коллективов в фольклорном движении, которому уже больше 35 лет. И вот как раз 22-го февраля будет очередной концерт «Казачьего круга». И я хочу сказать, что концерты «Казачьего круга» всегда пользуются популярностью, так что кто хочет попасть, лучше позаботиться заранее. И вот ансамбль «Казачий круг» уже несколько лет подряд организует как раз вот в феврале для себя вот такое вот мероприятие культурное. Так что всех ждем, всех вот приглашаем на концерт ансамбля «Казачий круг». И выставку мне хотелось бы одну, об одной выставке вам рассказать. Это выставка «Образ сияющей красоты», которая проходит в Торжке. И здесь представлены работы художника-ювелира Петра Аксенова. И собрание народного костюма Любови Алиповой. Это частная коллекция подлинной крестьянской одежды 19-го, начала 20-го века из разных губерний России от севера до юга. И у нас теме традиционного народного костюма посвящено много выставок. Эта тема является сейчас одной из перспективных. И я хочу напомнить, что сейчас, с сегодняшнего дня, проводится конференция в Вологде, посвященная традиционному костюму. В прошлый раз, позапрошлый раз я об этом рассказывал. Следите за социальными группами, потому что, возможно, будут прямые трансляции. Я имею в виду с Вологодской конференцией. Но еще раз вам говорю, что вот в Торжке проводится вот такая выставка. И судя по отзывам тех уже, кто там был, вот кто выкладывал фотографии, это прекрасная выставка, на которой представлено большое количество традиционных народных костюмов. Можно дальше. И я хотел бы сказать слова восторга одному из ведущих наших специалистов, этномузыкологов Ольге Алексеевне Пашиной, доктору искусствоведения, научному секретарю государственного, ученому секретарю Государственного института искусствознания Ольге Алексеевне Пашиной, у которой вчера был юбилей. И мы подготовили большой вот такой развернутый пост в нашей сети, в нашей группе, куда прикрепили. Не все, конечно, работы, потому что не позволяет соцсеть столько прикрепить. Мы знаковые работы прикрепили. И надо сказать, что Ольга Алексеевна один из таких активных наших ученых, которая постоянно и организует, сама проводит и участвует в ведущих мероприятиях, связанных с проблематикой музыкального фольклора. И Ольга Алексеевна, вот как вы, может быть, знаете, в прошлом году у нас был принят закон о нематериальном этнокультурном расстоянии народов России. И Ольга Алексеевна входила в рабочую группу по подготовке, в авторский коллектив этого и законопроекта, и уже вот закона. И так как у нас, я сегодня попросил присоединиться к нашей передаче, Екатерину Анатольевну Дорохову, кандидата искусствоведения, научного сотрудника фонограмм-архива Пушкинского дома Российской академии наук, заместитель руководителя Центра фольклора Государства Российской академии народного творчества. Екатерину Анатольевну тоже попрошу рассказать вот о тех работах Ольги Алексеевны, о совместной работе, потому что Екатерина Анатольевна многие годы сотрудничает с Ольгой Алексеевной. Ну, знаете, вот, я не знаю, задумывались ли вы, но, по-моему, это такой очевидный факт, что никогда еще жизнь фольклорная в нашей стране не была такой интенсивной, разнообразной. Об этом в 70-е, 80-е годы можно было только мечтать. Огромное количество конкурсов, фестивалей, каких-то акций, интенсивная концертная деятельность, мастер-классы, причем, которые проходят и оффлайн, и онлайн. Внимание к разным сторонам, вот, так сказать, традиционной музыкальной, в данном случае, культуры, и не только музыкальной, это и народная хореография, народно-инструментальное творчество, это и вокальное изучение, и освоение вокальных традиций. Ну, и вот даже деятельность нашего центра тоже один из примеров. И правильно сказал Дмитрий Викторович, что сейчас такое количество событий происходит ежедневно, что их рассказать, о них как-то обозрить невозможно. Но ведь это же не всегда так было. И вот поэтому хочется все время вспоминать о тех людях, которые вложили свой труд, которые вот способствовали тому, чтобы именно вот к такой ситуации все пришло. И поэтому вот этот действительно очень богатый всякими юбилеями год, он вот нас подвигает к тому, чтобы вспомнить этих людей, и ученых, и практиков именно с этой стороны. Вот не просто как они, так сказать, осмысляли, исследовали фольклорные традиции, но как они способствовали тому, чтобы традиционная культура стала частью нашей повседневной, современной жизни. И вот Ольга Алексеевна – это один из таких ярких примеров современного ученого, который, ну так сказать, вложил очень много в такую современную ситуацию. Ольга Алексеевна принадлежит так называемой Гнесинской школе исследовательской. Она непосредственно ученица Маргариты Атольевны Янговатовой, которая недавно нас вот покинула. Автор большого количества трудов. И Ольга Алексеевна – яркий представитель вот того направления, которое мы называем музыкальной этнографией. – Музыкальная этнография. То есть даже не, собственно, анализ каких-то напевов, вот конкретных каких-то произведений фольклорных, а вот всё, что вокруг них, вот та ситуация, в которую эти произведения встроены. То есть когда эти песни поются, зачем, почему, кто их поёт, с какой целью. Это и какой-то ритуальный контекст. Вот это то, что всегда занимала Ольга Алексеевна. Этнография исполнения, то есть внимание к, собственно, исполнительским традициям. И для Ольги Алексеевны в первую очередь это воплощается в её трудах по народной терминологии. И к народной терминологии она всерьёз относится как действительно к народной теории музыки, и считает, что очень многие даже такие сложные понятия, как структура напевов, многоголосие, они тоже находят своё отражение в этой терминологии. И если мы обращаем на это внимание, мы узнаём о том, как мыслили люди, создававшие веками вот эти произведения. Конечно, наше понимание музыкального фольклора становится глубже и богаче. И вот ярким примером является монография «Календарный песенный цикл у восточных славян», которая уже, так сказать, не первое издание выдержала. И действительно там, кроме какой-то вот такой глобальной теоретической идеи, то есть о том, как устроен календарный цикл, там огромное количество конкретных наблюдений, которые сейчас могут помочь, например, людям, которые создают какие-то сценические композиции, или даже просто в конкретной практической работе своих коллективов они руководствуются этими календарными идеями. Они способны направить руководителей и участников коллективов на какую-то вот такую очень продуктивную дальнейшую деятельность. Ну и, конечно, я не могу не сказать о так называемом бригадном учебнике «Народное музыкальное творчество», поскольку я сама являюсь одним из авторов вот этого учебника. Там достаточно большой такой коллектив был собран. И инициатором, и, так сказать, таким действующим мотором этого издания была Ольга Алексеевна. Она выступила как ответственный редактор. И вот очень был дружный коллектив, причем в него входили представители разных школ фольклористических, и петербургских, и московских. И мы очень тесно действительно сотрудничали, обсуждали очень много проблем. Очень необычная структура этого учебника. Ну и, собственно говоря, он остается очень востребованным, хотя прошло уже много лет с момента, как он был выпущен. Но он остается действительно востребованным, причем не только музыкантами, этномузыкологами востребованным, но и представителями других смежных специальностей. Потому что учебник построен таким образом, что можно, скажем, не брать какие-то сугубо музыкально-аналитические разделы, а пользоваться другими. Поэтому, если кто-то еще не знаком с этим учебником, то я, конечно, рекомендую с ним познакомиться. Тем более, что он имеет свое продолжение в виде одноименной хрестоматии, тоже очень новаторской, поскольку все музыкальные произведения, которые вошли туда, они представлены и в нотах, и в звуке. Все абсолютно. И плюс там еще какие-то тоже есть теоретические выкладки. Но последнее, что я хочу сказать, что Ольга Алексеевна для меня еще и такой очень надежный и верный соратник в экспедиционной работе. А каждый, кто работал в поле, каждый фольклорист, он знает, как это важно. И много лет мы действительно ездили вместе с Ольгой Алексеевной в экспедиции, были в самых разных областях, и всегда работать с ней было очень интересно. И это, наверное, самые дорогие воспоминания моей профессиональной жизни. Спасибо большое за такой рассказ о вкладе Ольги Алексеевны. Я хотел бы сейчас перейти к той части, о которой мы тоже разговаривали, вспоминали. Дело в том, что на прошлой неделе одному из известнейших наших музыкальных фольклористов, Анне Васильевне Рудневой, исполнилось бы 120 лет. И сейчас вот как бы вспоминая тоже о том, что дело о ее собирательской деятельности, об ее научной деятельности, деятельности по популяризации фольклора, сколько учеников у нее, последователей, да, и, естественно, огромный архив музыкальных записей. И вот два издания, которых бы я хотел тоже вспомнить, сказать, это издание научного центра народной музыки имени Квитки, да, это два выпуска, которые называются «Из архива кабинета народной музыки Московской консерватории». Почему мы об этих говорим материалах? Дело в том, что здесь и в первом выпуске, да, который вышел в, по-моему, в 2007, где-то вот так вот году, да, есть материалы об ранних экспедициях Анны Васильевны Рудневой в Курскую область, а вот во втором сборнике, который вышел в 2021 году из архива «Кабинет народной музыки», есть переписка Анны Васильевны с этномузыковедами и ее полная библиография в хронологическом порядке выстроена, подготовлено, материалы подготовлены бетериковой. Поэтому, если кому-то вот интересны эти материалы, я думаю, еще вот второй выпуск есть в продаже, да, и можно в интернете посмотреть. Во всяком случае, на сайте консерватории подробная информация о этих изданиях есть. Я хотел бы сейчас тоже попросить моих друзей, коллег рассказать об Анне Васильевне, потому что и Екатерина Анатольевна, и Лидия Ивановна непосредственно соприкасались с Анной Васильевной. И, конечно, сейчас уже только по воспоминаниям мы знаем о человеке. Но, как известно, человек жив, пока о нем помнят. И вот здесь бы я сейчас хотел Лидии Ивановне как раз попросить, рассказать, потому что Лидии Ивановне непосредственно у Анны Васильевны училась в институте Гнесина. Спасибо большое, Дмитрий Викторович. Спасибо большое, Дмитрий Викторович. Я хотела бы еще совместить в эту дату 120 лет со дня рождения Анны Васильевны с еще одной датой, печальной датой. 50 лет тому назад от нас ушел Александр Александрович Юрлов. И вот завтра в Елохове будет паникида ему посвященная. И почему эти два человека так близки нам? Потому что прежде всего тем, что они создали при академической кафедре, кафедре академического хорового исполнительства в Гнесинском институте, кафедру, как тогда она называлась, ДНХ, то есть дирижера народного хора. И если бы не эти два человека, то нас бы здесь как специалистов не было. И не было бы такое количество выпускников в Гнесинке. Анна Васильевна, когда мы пришли на первый курс, очень много вела у нас дисциплин. Прежде всего, это хоровое занятие, где мы научились и общаться друг с другом, и петь, и танцевать. Это народное творчество, это стили. Причем она первая на нашей кафедре ввела такую дисциплину, как певческие стили. И потом она нас познакомила со стилями и с такими замечательными преподавателями, как Лев Львович Христиан, Нина Константина Мешко, Щуров Вячеслав Михайлович. То есть те люди, которые для нас были показателями тех самых стилей необыкновенных, которые для нас были просто чем-то сказочным даже, я бы сказала. Мы пришли в Гнесинку заниматься, и такое ощущение было, что мы в сказке находимся. Потому что Нина Константина о Севере рассказывала просто каким-то восторгом. И та же самая Анна Васильевна нас ввела в вот эту самую замечательную традицию Курскую, и Белгород-Щуров и так далее. И самое главное, когда мы приходили на занятия по народному творчеству, то у меня до сих пор стоит перед глазами ее схема. Значит, такая замечательная схема, просто нарисованная ею, мы ее до сих пор помним. Это, значит, лирика, эпос, драма. Она нам рассказывала про это с упоением. Дальше. Ритмика, многоголосие, стихосложение. Мы столько всего узнали. Вы знаете, до сих пор вот эти знания, они в нас живы. Это так приятно. Вот, допустим, ритмика. Вот как это несложно было рассказать нам, которые вообще в этом ничего и никак не понимали. Вот она берет, вот смотрите, схему. Три плюс три плюс три. Что это такое? Не знаю, что это такое. А вот я вам сейчас скажу. Вот показывайте пальчики свои. В городе Белеве молодец гуляет. А мы просто думаем, боже мой, Анна Васильевна, как же это все у вас интересно. Не просто так, а все с каким-то таким подходом, что вот для людей, которые пришли и вообще не знали, что такое. Мы вообще поступили из Ипполитова Иванова. Мы были такие снобы-академисты. Ой, народный хор, что это такое? А тут нас научили секундами петь. Мы были просто в восторге. И вот то самое в городе Белеве молодец гуляет, она потом переложила все. А смотрите, деточки, деточки она назвала. Смотрите, как. А как потанцевать под это можно? Правые, правые, левые, правые, 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 левые. Левые, левые, правые и левые, правые, левые. То есть нас внедрило она мгновенно вот это ощущение и курского пения, и курского движения. И те самые руки, которые она показывала. Представьте себе, вот как ее образ, я хочу ей рассказать, как ее образ. Мы входим на хор, сидит удивительно красивая женщина с короткими волосами, с гребешком в волосах. У нее была такая шерстяная юбка, причем она постоянно ее носила. И очень такая свободная полотняная кофта. Вот она сидит и нам рассказывает, деточки заигрывайте, деточки до... И вдруг она нам показывает танец. Она, знаете, она как пушинка с этого стула встает и начинает и руками, и ногами показывать, и петь. И вот, вы знаете, невозможно было просто вот в этом восторге и в этой радости находиться, поскольку Анна Васильевна, она сама в этом постоянно находилась. Она так хотела нам все это передать, чтобы мы это полюбили, и чтобы мы работали потом. И то же самое, ту любовь, вот эту, неограниченную любовь, показывали своим студентам или детям, кому угодно. Причем мне повезло еще, очень повезло, потому что я была... Потому что Анна Васильевна была руководителем моего дипломного реферата. Это просто вообще восторг был. Почему? Потому что, во-первых, она его рассматривала... У меня несложные были песни, это песни Московской области, они были совсем несложные. Но она в них находила такие зерна, такие жемчужины, в которые, может быть, даже не всегда... И вот я до сих пор так чувствую себя, что я второй раз влюбилась в те песни, которые я записала. Вот это очень важно. И она находила и лады необыкновенные, обиходный лад. Она в восторг пришла от того, что она нашла обиходный лад в песнях Зарайского района Московской области. То есть вот такие вещи, в которых она очень серьезно понимала. Она понимала это как профессор, как руководитель, как руководитель кабинета народной музыки. Директор это называется вроде бы, да, народной музыки. И она солидный человек, а она была с нами как будто с друзьями. Она нас любила вот с первого же взгляда. Вот это очень важно, когда человек любит свою специальность и любит тех, которым он передает свою специальность. Мне кажется, это очень важная такая вещь, которая для нас это показатель. И мы, как можем, стараемся то же самое, тем же и заниматься. Спасибо большое. Ну, всегда Лидия Ивановна с такой любовью рассказывает о своих учениях и к своим ученикам так и относилась, и относится. И вот Лидия Ивановна сказала о Анне Васильевне как руководительце дипломного реферата, когда училась в институте Гнесина. И как раз дипломный реферат был посвящен песням Московской области. И вот здесь я что хочу сказать. Мы в октябре этого года, я говорил в первой передаче, напоминаю, ну это всегда можно посмотреть на наших ресурсах, проведем конференцию научную. Мы ее называем «Ярковские чтения». Это будут четвертые межрегиональные ярковские чтения. И мы посвятим эту конференцию фольклору средней полосы. И вот здесь мы просим Лидию Ивановну рассказать нам об экспедициях. Это получается с 70-х годов? Экспедиции это были в те годы, когда мы учились. Это были 60-е годы и начало 70-х. Ну вот как раз на этой конференции, Лидия Ивановна, хотелось бы от вас вот такой доклад об этих материалах. С удовольствием. И я в свою очередь, если получится, или вот наши сотрудники, мы тоже подумаем, хотели бы рассказать о поездке экспедиционной Владимира Андреевича Царегородцева. Ну тогда еще, я думаю, Вовы Царегородцева, да? Но, во всяком случае, материалы с 74-го года по Владимирской области со звуковым приложением не оставят равнодушных никого. Так что следите за этой информацией. Мы будем еще анонсировать это октябрь месяц, вот ярковские чтения. Ну и как бы завершить наш сегодняшний выпуск тоже своими впечатлениями, каким-то таким обобщением Анны Васильевны, я попрошу Екатерину Анатольевну Дорохову. Ну вот, это музыкологи старшего поколения, к которому я уже себя не причисляю, естественно, очень хорошо помнят Анну Васильевну в 70-е годы, в самом начале 80-х, собственно говоря, последний период ее жизни и творчества, и он был очень интенсивным. Никому даже не могло прийти в голову, что она вот так раз вдруг, так сказать, нас стремительно покинет. Она интересовалась всем, что происходит. И, конечно, в это время, занимая уже позицию такого лидера консерваторской фальтиларистической школы, позицию, которая была передана ей Климентом Васильевичем Криткой, она, естественно, уделяла очень много внимания каким-то теоретическим разработкам, вплоть до самых последних лет своей жизни. Но вместе с тем, вот ее увлеченность, ее углубленность в стихию вокального исполнительства, она, конечно, была на первом плане. И она как будто бы, Анна Васильевна как будто бы рассматривала традицию через увеличительное стекло. Поэтому ее внимание вот к отдельным песням, у нее есть там вот, скажем, работа про песню «Эко сердце», и она своих учеников тоже направляла на то, чтобы они вот пристально вот так вот изучали песню, как вот отдельный такой феномен, и через одну песню могли бы увидеть целый музыкальный мир вокальной традиции. Кроме того, Анна Васильевна вообще, так сказать, вот ее работа с хором Яркова, она буквально подхватила этот хор после кончины Петра Глебовича в 1945 году, продлила ему жизнь. Она выпустила вот два сборника, ну, собственно говоря, это как второе расширенное издание «Народная песня Подмосковья», «Народная песня Московской области». И вот не перестаешь удивляться ее вот этому ощущению живой вот этой вот ткани песенной. Кроме того, Анна Васильевна всегда направляла своих сотрудников и учеников на всякие мероприятия, такие как там смотр художественной самодеятельности. Касалось бы, ну, это какое-то вот немножко из другой сферы. Но в те годы очень много на этих смотрах выступало этнографических коллективов, и таким образом они вот входили в обиход работы ученых, становились уже в эти села ездили, направлялись экспедиции, и вот как-то работа за счет этого очень расширялась. И это было замечено самими исполнителями. И даром очень многие просто приезжали из глубинки и шли в Кабинет народной музыки, шли к Анне Васильевне Рудневой. И самый, может быть, яркий пример – это, конечно, Аграфена Ивановна Глинкина, которая пришла в свое время, она сначала пришла на радио, потом пришла в консерваторию и сказала, что она столько песен знает. У Анны Васильевны не все знают, но у нее были и сборники, посвященные другим таким певицам-солисткам. Вот Щеткиной, смоленской певицы, Кениной, это кировская исполнительница. И, кроме того, я очень хорошо помню Анну Васильевну на репетициях музыкально-этнографических концертов, которые устраивались в фольклорной комиссии Союза композиторов. Анна Васильевна была одним из таких ярких членов бюро этой комиссии, постоянно присутствовала на научных заседаниях, активно выступала. Сохранились стенограммы вот этих заседаний, и я думаю, что их публикация – это еще дело будущего, надеюсь, ближайшего. Там очень много интересных высказываний Анны Васильевны, в том числе и теоретических, каких-то практических наблюдений. Я помню вот ее горящий взгляд, такой вот молодой, когда она слышала исполнителей, приехавших откуда-то и видно, как они ее чем-то удивляли, чем-то цепляли, они давали ей пищу для музыкальных впечатлений, размышлений. И вот я думаю, что вот этот образ такого человека, который еще в те годы соединил в себе и исследователя-теоретика, и вот такого мощного практика, который воспитал целое поколение специалистов по народно-певческому искусству, вот этот человек, он должен быть сейчас примером для нас и для более молодых специалистов, потому что именно вот этот огонь, которым всегда горела Анна Васильевна, вот он и был вот этой движущей силой, он заражал всех, кто был вокруг нее, и будил в них интерес к народной культуре. Спасибо огромное, дорогие зрители, уважаемые коллеги, друзья, любители традиционной народной культуры, народного творчества, все, кто нас увидит. У нас сегодня был четвертый выпуск передачи «Метод среда», который вот с утра выходит каждую неделю по средам из нашего Государственного российского дома народного творчества имени Поленова. Сегодня мы говорили о мероприятиях, которые будут, конференциях, концертах, и также о словах благодарности говорили нашим коллегам Ольге Алексеевне Пашиной и вспоминали Анну Васильевну Рудневу. Всем здоровья и присоединяйтесь к нам через неделю.